Что такое коучинговое мышление, в чем его преимущество и как его развить, обо всем об этом в сегодняшнем видео. Всем привет, меня зовут Ася, я живу в Китае и я коуч Асер. И в этом видео пойдет разговор о коучинговом мышлении. У меня уже на канале есть первая часть про коучинговое мышление. И в этом видео я бы хотела сфокусироваться на как развить коучинговое мышление и в чем же преимущество, чем отличается коучинговое мышление от мышления обычных, обычных людей. Итак, коучи и те, кто регулярно работает с коучами, обычно в своей жизни очень легко понимают, что они хотят и как достичь этой цели. Потому что коучинг это, как я уже говорила в предыдущих видео очень много раз, коучинг это путь от точки А в точку Б, самым быстрым, самым эффективным, самым экологичным для человека способом. Итак, что же делают обычные люди, когда живут? Они сталкиваются с разного рода ситуациями, с обстоятельствами, с какими-то неприятными моментами и хорошими моментами, точно таки. Но когда случаются как раз-таки какие-то неприятности, что-то идет не по плану, но ведь все-таки мир и наша жизнь, да, это обстоятельства, на которые мы не всегда можем влиять. И человек попадает в какие-то обстоятельства, где ему кажется, что он ни на что не влияет, или действительно он ни на что не влияет, а он начинает проваливаться в эти переживания, в рассуждения, а почему так случилось, а почему так несправедливо, все меня обижают, и вообще нет в этом мире совершенства, и на это тратится очень много времени и энергии. И задайте себе вопрос, вот если с таким мышлением, когда что-то случается, что-то идет не по плану, что-то вот мне не нравится, если просто переживать, если просто жаловаться, что все не так, и вот мусолить вот эти свои переживания, эмоции, обстоятельства, пересказывать друг другу, своим друзьям, соседям, родственникам, то скорее всего, то скорее всего ничего хорошего с этого не получится. Человек даже не может, не будет видеть какого-то выхода из ситуации. Однако что такое коучинговое мышление, и как оно кардинально отличается от вот этого, что я только что перечислила, в коучинге, когда человек к нам приходит со своим запросом, со своей болью, со своей проблемой, мы первым делом спрашиваем коучи, которые меня слушают, они знают, что это первый вопрос в планировании, и мы спрашиваем, а чего ты хочешь, а как тебе хочется на самом деле, что будет наилучшим для тебя результатом. У меня даже мурашки пошли от того, что я только что сказала, потому что этот вопрос, он просто гениальнейший, просто очень классный, очень крутой, и вот именно его я советую применять всем людям, которые хотят себе развить коучинговое мышление. А в чем же все-таки преимущество, как я уже говорила ранее? Люди с таким мышлением, они видят какую-то проблему, и они сразу пытаются ее решить, или хотя бы увидеть какие-то потенциальные варианты, опции ее решения. Если же какого-то такого решения, которое на 100% этого человека устроит, не найдется, то тем не менее человек попробует найти какой-то, не знаю, компанистный вариант, или может быть посмотреть в какую-то другую сторону. То есть в этом-то и преимущество, что человек, а, не тратит кучу энергии, кучу энергии, кучу времени на то, чтобы вот ввалиться в эти все переживания и рассуждать, как же все плохо. А, и Б, да, вторая причина, почему все-таки коучинговое мышление, может очень кардинально поменять жизнь ниже вокруг человека. Человек сразу начинает смотреть, какие есть варианты, и сделать так, чтобы ему было лучше. Итак, упражнение для моих зрителей, специально для вас. Когда что-то происходит, вот какие-то, возможно, рутинные ситуации, на работе, дома, вообще в мире, какие-то обстоятельства, вместо того, чтобы обращать маму на вот эту вот негативную сторону и рассуждать, и тратить много времени, как же мне это все не нравится, можно попробовать себе задать вопрос. А как я хочу? Даже если эта ситуация кажется, что вам не подвластна, и вы тут ничего не можете сделать, однако этот вопрос построит, нарисует картинку идеальную для вас. Как мне хочется? Что будет наилучшим для меня? И у вас уже, вот как в мозгу есть вот эти нейронные связи, а картинка уже будет нарисована, и мозг, просто мозгу ничего не останется другого делать, как находить какие-то связи и находить пути, вот эти вот тропинки, вот эти вот рельсы, взлетные полосы, вот этой вот картинке, которую вы себе нарисовали. И, возможно, сначала это будет казаться каким-то, возможно, там волшебством или магией, или будет казаться чем-то таким невыносимо сложным, потому что, ну, блин, вот эта вот такая несправедливость, ее просто невозможно вынести, или там какой-то человек вас увидел, или что-то вообще идет не по плану, и очень сложно подумать, а как я хочу, а чего я хочу на самом деле. Но если приучить себя в любой, абсолютно любой, рутинной ситуации или в какой-то большой глобальной, спрашивать себя первым делом, чего я хочу, как я хочу, вы увидите, что мир вокруг вас будет кардинально меняться, возможно, не сразу, возможно, не быстро, однако вот эти вот шашки, которые вы будете делать в направлении того, чтобы поменять свое мышление и внедрить коучинговое мышление, способ вот этого коучингового мышления, вы увидите колоссальный результат. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня своим лайком, мне будет очень приятно, эта мотивация для меня снимает больше видео. Пишите в комментариях свои мысли, возможно, вы уже пробовали это упражнение, этот инструмент, который я вам предлагаю. И до встречи в следующих видео. Всем пока!